итак мы начинаем серию обучающих вебинаров будем проводить по четвергам это будет вот такие вот зум вебинары и я думаю что лидеры присоединяться ко мне и мы будем разбирать разные ну скажем так проблемы нашего бизнеса да я не очень хотел бы чтобы тут только я один вещал поэтому я бы очень хотел чтобы наши лидеры меня поддержали и будет здорово если мы распишем даже какое-то расписание сделаем вот но я знаю что есть важные темы такие например как работа с возражениями да то есть я уверен что по каждому такие основные возражения есть да их на самом деле не так много но по каждому возражению есть огромный опыт у людей у наших лидеров огромный опыт и мы можем действительно многое дать нашим партнерам вот потом например важная тема была бы проведение встречи как рассказать человеку о дуалайф я уверен что на эту тему тоже очень много можно говорить есть огромный опыт я думаю да нас привезет пораньше вот и продолжим будем благодарны если выключишь свой микрофон все я уже выключил микрофон линия но я думаю что она слышит меня вот я думаю что будут актуальные темы по поводу приглашения актуальная тема по поводу приглашения как пригласить человека что ему написать что им как позвонить какие шаблоны использовать было бы здорово если была какая-то практика я думаю мы это все организуем и так как в понедельник у нас бывают вебинары от спонсоров по вторникам у нас вебинары по продукту там через через раз поэтому если это будет четверг я думаю это нормальный день что скажете то есть каждый четверг в сентябре и я думаю мы захватим и октябрь будем встречаться и мы немного пообщаемся и может быть какую-то тему осветим может быть этого не будет формате там прям обучение там знаете подготовленная лекция но формате общения на эту тему мне кажется это будет здорово вижу плюсик от федора супер спасибо так ну что там гриш ты меня поддерживаешь я так понял да прекрасная мысль как и каждая твоя отлично кстати по поводу промоушена гриша я надеюсь что ты нам такой вебинар сделаешь это будет ценная штука ценный вебинар я думаю что каждому новичку это нужно прям будет давать записи кто не понял да то гриша сделал промоушен этим и так 15 причин почему не идет бизнес как его развалить как его не начать и короче основные ошибки на самом деле да на самом деле их намного больше но это такие 15 которые вот я прям смог очень быстро сконцентрировать может быть будет больше может быть я вспомню еще какие-то вещи может быть вы мне поможете напишите какую-то свою причину или свой свою ошибку которая по вашему мнению мешает первое это нет цели вот прям пишите себе вот если нет цели я уверен что у большинства людей с этим проблема у меня честно тоже с этим проблема я вспоминаю свои лучшие времена в бизнесе это всегда было время когда мы ставили четкую цель и только тогда мы добивались каких-то результатов это было это было всегда вот реально я вспоминаю всегда когда были результаты так она работала так это работает по пути мысли течет энергия да как кто-то сказал из известных людей но знаю что когда у тебя есть цель ты фокусируешься твое внимание все направлено по достижению к этой цели не нужно большие цели но нужно это вторая на самом деле причина когда цели неадекватные у меня есть такие примеры когда мы на запуске с партнером общаемся и он ставит какие-то или неадекватные сроки да допустим я там хочу сделать менеджера за этот месяц хотя у меня я вот только стартую или там я не знаю хочу зарабатывать там 10 тысяч долларов через три месяца мы когда расписываем ему сейчас кстати появился классный инструмент наши спонсоры приготовили мы я думаю на каком-то из вебинаров разберем инструмент по планированию там такая таблица ключевых признаков да для того чтобы жизненных признаков для того чтобы твой бизнес рос на что ты должен обращать внимание это для людей которые уже как бы имеют какие-то какой-то результат какую-то команду вот но тем не менее нужно я уверен для всех суть в том что если цели неадекватные то мы просто выходим на какие-то но не реальные цифры когда-то помню в венеции запускал одну девочку она сказала я хочу зарабатывать 200 тысяч гривен в месяц и я пытался ее немножко как бы так подкорректировать мягко но она сказала что ты меня гасишь ты мне тормозишь вот мне не надо я вот хочу вот все я в это верю его я вижу я говорю а ты когда-либо зарабатывала такие деньги нет я говорю а чего ты взяла что этот бизнес какой-то особенный да волшебная таблетка и вот ты прямо сейчас начнешь зарабатывать такие деньги уже через год но как бы я не хотел так как-то грубо и об этом говорить мы только выстраивали отношения и я просто сказал окей давай распишем может быть стоит растянуть эту цифру на какие-то более длительные сроки это вполне реально да но более длительные сроки может быть тебе нужно проконсультироваться с моим вышестоящим наставником и тот человек который уже зарабатывает такие деньги да я на самом деле сейчас вам говорю такие вещи которые вот у вас тоже могут стал вы можете столкнуться с таким когда вы человеком общаетесь и конечно нельзя его там погасить сказать ты чё там больной такие деньги ты никогда не заработаешь или так далее или это нереально вам просто нужно мягко человека подвести это опять же это нужно делать уже на запуске партнера когда человек уже принимает решение и стартует вот то есть мы расписали вы у нее что-то получалось что каждый день она должна проводить 60 не в день до в день 5 встреч вот я горю ты готова проводить в день с пяти новыми людьми встречи рассказывать о бизнесе ну она понятно сказала да я готова я говорю ты понимаешь что это течение года должна делать да я готова но уже какие-то сомнения у нее были может мы давай чуть-чуть разобьем на более длительный период но как бы я думаю вы догадываетесь да что ничего с этого не вышло через неделю она слилась и я думаю что одна из причин это такие вот неадекватные цели завышенные поэтому мы как наставники мы должны человеку помочь подкорректировать его отвезляющие вопросы например ты когда-либо зарабатывал хотя бы половину из этих денег да то есть ну как сказал бы дэшефер да что ты сейчас зарабатываешь ровно столько сколько ты стоишь вот вот возьмите свой заработок это ваша стоимость на рынке как бы это обидно не звучало но это отрезвляет и вы понимаете что чтобы зарабатывать больше нужно понять вашу стоимость вот и все это не так быстро происходит поэтому нужно к этому подходить очень так планомерно поэтому ставим адекватные цели помогаем нашим новичкам если вам нужна помощь обращаемся к наставнику нет плана третья третья причина это нет плана на месяц нет плана на полгода нет плана на год это все вытекает с целей но как правило я по себе знаю если я запишу с вечера я запишу какие-то дела неважно это даже не касается до лайфа если я написал какие-то себе 5-6 пунктов я обязательно сделаю намного больше чем если бы я эти пункты не писал даже я не заглядываю этот план даже если я не смотрю туда я все равно я записал я точно сделаю намного продуктивнее мой день пройдет чем когда я не записал согласитесь бывает такое да что утром ты проснулся какие-то тебя отвлекающие дела там кому-то позвонил там что-то сделал там ютубчик посмотрел зашел в инстаграм поклацал полайкал stories выложил бамс уже вечер ой черт а я ж и вечером чувствуешь себя ну нехорошо я вот по себе знаю не очень хорошо себя чувствую когда мой день не прошел эффективно но когда я провел эффективный день я сделал работу которую планировал даже если не всю сделал то намного себя лучше чувствую вечером я доволен собой моя самооценка подымается а это напрямую влияет на наш бизнес очень важно поэтому третий пункт это нет плана четкого плана на месяц на полгода на завтра четвертый пункт как ошибка можно сказать это люди которые не пользуются продуктом вот есть такие до сих пор мы иногда эту тему опускаем но на самом деле она вот прям архи важно я думаю что ее можно было на первое место поставить потому что ну наш бизнес он бизнес эмоции и если ты не пользуешься продуктом но не будет у тебя тех эмоций которые нужны для бизнеса вот у нас должны быть эмоции по продукту у нас должны быть эмоции по бизнес вот что получить эмоции по бизнесу нам нужно там дальше будут пункты да но нам нужно быть на вот таких мероприятиях нам нужно быть на живых мероприятиях нам нужно слушать какие-то истории успеха читать книги то есть посещать живые события это прям очень важно но тогда у тебя будут какие-то эмоции по бизнесу то есть должен себя заряжать таким энтузиазмом но по продукту точно также нам нужны эмоции если ты не будешь пользоваться продуктом у тебя не будет этих эмоций, ты перестанешь верить в этот бизнес, сначала в продукт, потом в бизнес и, собственно, таким образом ты свой бизнес разрушишь или даже не начнешь, но, короче, результата не будет, поэтому каждый месяц планируйте себе заранее какие продукты вы новые попробуете если вы еще не все попробовали, у нас, кстати, новый продукт скоро появится, очень классный поэтому очень важно пользоваться продуктом, станьте своим лучшим покупателем в своем магазине, я когда-то мы организовали выездной бар для одной компании, это мне так запомнилось, вы знаете, я был уже в сетевом, но мне так запомнилось, это была фирма, которая производит колбасу причем в то время я очень уже был такой, ну я понимал, что колбаса это ну точно не лучшая еда тем более у них там было, знаете, у нас была гримерка, там было много артистов и так далее, мы делали бармен-шоу вдвоем тогда и коктейли готовили для них это было в Барталоме у нас съехалось ну короче съехалось руководство этой фирмы я не помню название, но суть в том, что со всей Украины съехались и я вот слушал, как они говорят вот я понял, что они искренне ну по крайней мере они так говорят, что у меня сложилось впечатление, что они искренне верят в то, что их колбаса это лучшая колбаса в мире они говорят о том, что их ребенок там пятилетний, он кушает эту колбасу у нас в гримерке лежала куча всяких колбасных изделий я попробовал ничего, ну ничего особенного обычная колбаса, которую можно купить везде вот, но они были настолько уверены я понял, что, я понял, почему так происходит потому что там собрались топы топ-менеджеры, то есть это не обычные продавцы которые стоят где-то там за прилавком это не те люди, которые делают колбасу которые, знаете, там весь процесс то есть это не низшее звено, которое зарабатывает там по 5-7 тысяч гривен это топы, которые зарабатывают хорошие деньги и я думаю, что это все взаимосвязано то есть в любом бизнесе нужно стать лучшим покупателем в своем магазине в нашем бизнесе, ну это не исключение глупо, если вы продаете мерседес и ездите на бмв, правильно? ну я думаю, это логично поэтому нужно пользоваться этим продуктом да, иногда нам хочется что-то другое я, знаете, у меня просто другое отношение если я пойду куплю этот шампунь, да head and shoulders, мне эта фирма заплатит деньги? ну скорее всего нет я, если кто-то придет ко мне домой в ванну и увидит head and shoulders и он потом купит такой же шампунь я с этого что-то заработаю? нет но если это будет с dual life то это как минимум повод человеком заговорить может быть он купит шампунь или зубную пасту dual life, да но потом через какое-то время ты не знаешь что может произойти из-за этого я знаю много историй, когда из-за зубной пасты потом люди выстраивали огромнейший бизнес и это может быть наш бизнес поэтому правильное отношение к этому должно быть я этому, ну не просто так уделил чуть больше внимания чем другим моментам если вы согласны, ставьте какую-то эмоцию, реакцию плюс я думаю, что здесь все понимают насколько это важно пятый пункт это нерегулярное посещение мероприятий нерегулярное обучение то есть знаете, когда мы говорим себе ну сегодня там пропущу вебинар ну сегодня там я этот раз я не поеду на мероприятие там на живое билет на BDS 9 октября октября я пока не буду покупать не знаю, получится, не получится вот с таким подходом не будет результата то есть это первое, что вас приведет к тому что постепенно ваша энергетика уйдет вы даже сами не заметите того как вы выпали из бизнеса из бизнеса быстро никто не выпадает вот так вот постепенно вот благодаря каждым таким, знаете, кирпичикам вот это как капелька, знаете вы не купили какой-то продукт вы купили там, не знаю, блендомет вместо нашей зубной пасты вы пропустили обучение и постепенно, постепенно вы выпадаете все, и потом вы просто можете там через год вспомнить ой, я же когда-то был в Дуолайф и потом мне, знаете, звонит партнер ну как бывший партнер уже звонит, говорит ой, а я не знаю, я там еще зарегистрировал у меня еще есть номер я там заказ хочу сделать прошло уже там больше года я ничего не делала ну то есть вот так это происходит хотя изначально у нее были серьезные цели она хотела делать бизнес ну потом что-то пошло не так и вот я уверен, что это все было не вот так вот, знаете, вот все, выхожу это было постепенно потому что перестали общаться перестала посещать события обучаться и так далее шестой пункт это если ты не берешь на себя ответственность это тоже широкая тема я не буду ее сильно раскрывать но что я имею в виду ответственность ну какую-то активность знаете, вот у нас часто партнеры они постоянно надеются на кого-то они ждут, что сейчас Сергей или Вика или Гриша кто-то в чат напишет новость которую там они где-то увидели вот они ждут может бояться, я не знаю они ждут, что кто-то там сделает я не знаю, вот там на мероприятии кто-то организует там продуктовый столик вот кто-то организует там, я не знаю какую-то там кофе-брейк или что-то еще они ждут, что кто-то сделает там организует обучение они ждут, что кто-то там из их спонсоров к ним будет звонить или писать и их там пытаться разворушить и говорить давай там что-то делать то есть инициатива это на самом деле первый признак ключевого человека я вижу, что человек что-то хочет прежде всего по инициативе вы знаете, бывает такое, что звонишь человеку которого очень давно там с ним не общался и этот человек говорит ой, как классно, что ты позвонил вот я там хочу то заказать и там у меня вот такие вот были вопросы и у меня есть подружка, которая заинтересовалась блин, и хочется сказать ну какого хрена ты не позвонила ну что мешало ну я вот думала там не буду отвлекать ну люди как-то стесняются кто-то боится кто-то думает, что вот он что-то должен да, что вот он не оправдал ожидания ребят, это очень плохие качества очень плохие такие вот вещи которые гоните свои головы у нас свободное предпринимательство если у вас есть какие-то мысли позвони наставнику и запомните, что позитив вниз негатив вверх негатив всегда будет ну то есть всегда будут какие-то мысли негативные, что какие-то проблемы по вашему мнению серьезные хотя большинство проблем мы сами себе надумаем то прежде всего это нужно со своим наставником обсуждать но ни в коем случае вниз никакую негативную информацию нельзя опускать потому что это потом приумножается и на десятой глубине это уже как в анекдоте о котором я уже неоднократно говорил вот кто читает книжки Тома Шрайтера тот знает о каком анекдоте я говорю поставьте кстати единичку если вы знаете о каком анекдоте я говорю и нолик если вы не знаете может я потом расскажу так шестой это был шестой пункт про ответственность седьмой это самодисциплина и постоянство что я имею ввиду ну есть такие люди которые ну большинство из нас на самом деле вот Саша зашел сейчас я его пущу ну то есть они там сегодня там зарядились что-то делают потом выпали на месяц-два потом опять пришли ну то есть на самом деле чтобы преуспеть в бизнесе нужно стать профессионалом в любом деле да зарабатывают кто? профессионалы если ты хочешь зарабатывать нужно стать профессионалом Саша пожалуйста камеру чтобы стать профессионалом я ему выключил чтобы стать профессионалом нужно делать какие-то действия да то о чем мы говорим нужно обучаться нужно действовать и так далее вот то есть нужно стать ключевым человеком то о чем мы постоянно говорим то есть вы не станете профессионалом если вы сегодня хотите завтра нет то есть так знаете это был седьмой пункт он с восьмым очень сильно пересекается восьмой пункт это когда ты ждешь вдохновения знаете вот есть такое ты вот ждешь вот сейчас вот я не могу вот сейчас ну вот сейчас у нас там какие-то дела а вот сейчас мы закончим то а вот короче вдохновение ждешь на самом деле это нормально мы все так ну на каком-то этапе в бизнесе когда ты становишься профессионалом тебе не нужно это вдохновение ты уже сам можешь себя поставить в такое состояние которое позволяет тебе быть эффективным вот если ты чувствуешь что ты можешь себя вдохновить заставить грубо говоря делать то что сейчас допустим не хочется вот тогда ты профессионал я считаю так у меня был такой период очень длительный период когда я понимал то есть я уже был не новичком то есть я уже понимал что я вот состояние такое получаю в определенные периоды то есть когда такие периоды после вот такого вебинара после какой-то прослушанной аудио истории или видео там истории успеха после какого-то я не знаю инсайта после какой-то мотивации там знаете когда кто-то тебе из близких что-то сказал вот может книгу прочитал вот я получаю вдохновение я понимал что эта энергия она не будет длиться долго поэтому я понимал что в этот момент я должен что-то делать и просто там мечтать а что-то делать делать звонки И писать людям, идти на планирование к наставнику, на консультацию, то есть что-то делать. Иногда это некомфортно. Нам часто некомфортно обратиться к наставнику, сказать, слушай, блин, вот я, короче, разъильдя, раздолбай, давай что-то спланируем. Ты мне в принципе не нужен, я сам знаю, что делать, но ты мне нужен, потому что я хочу взять на себя ответственность, чтобы потом не сойти с пути раньше времени. Потому что если я тебе пообещаю, и пообещаю своей жене, и пообещаю своему ребенку, и могу задекларировать это где-то на листике и повесить на холодильник, может быть написать в соцсетях, это даст мне больше вариантов, что я не сойду с пути. Каждый решает сам, как это делать, но я вам назвал такие основные методы, которые работают проверенно на себе. Поэтому восьмой пункт, не нужно ждать вдохновения, нужно стать профессионалом. Профессионалы, они постоянны. Есть даже четкое выражение, постоянство – признак профессионализма. Я думаю, что вы об этом слышали. Так, девятый пункт – это велосипед. Это изобретение велосипеда. Очень часто мы думаем, ну, у меня не такой город, у меня не такие друзья там, как у них. У меня там, я не такой, я так не смогу, вот мне кажется, вот так вот я смогу. Такой велосипед, знаете, он, как правило, приводит к тому, что человек разочаровывается, и классно, если ты с наставником договорился. Да, у меня часто, я думаю, у вас тоже бывают люди, которые говорят, вот я хочу там попробовать вот так, вот так, вот так. Тут главное, как бы, человека не осадить, а сказать, я понял, это классная идея. Ты знаешь, вот я делаю то, что делают люди, которые преуспели. У нас есть четкая система. Чтобы преуспеть, нужно делать то, что делают те, кто на сцене. На сцене обычно люди с результатом. Хочешь – попробуй, но давай договоримся так. Я вот так, как ты хочешь, я не знаю, как так делать. Да, поэтому давай договоримся, ты пробуешь месяц, когда у тебя получится или не получится, супер, мы с тобой через месяц встречаемся, и мы договоримся, и потом стартуем с нуля, и мы делаем так, как делают наши наставники. Окей, окей, то есть вы договоряетесь на берегу, и потом просто, чтобы человек не разочаровался, и потом он понимает, все мы должны пройти через какие-то свои ошибки, мы так учимся. Ну, по-другому, к сожалению, на чужих ошибках человек не учится. Поэтому вот так это работает. Поэтому не стоит велосипед изобретать, стоит делать те действия, которые приводят к результату. Об этом мы говорим на своих обучениях, на своих живых мероприятиях и на зумах вот таких вот в том числе. Десятое – бросать, когда что-то не получается. На самом деле все так взаимосвязано, да, но очень часто люди, они вот попробовали, так, все, я буду в Инстаграме там сейчас сторисы пилить, посты писать. Вот я там, не знаю, прослушала там какого-то там курса Артема Нестеренко или какого-то еще инфобизнесмена, и вот он мне сказал, что писать списки – это метод динозавров, это уже не работает. То есть он на самом деле надавил на ту боль, которая… Ну, мы все не хотим писать списки, мы все не хотим звонить, согласитесь. Вот я бы проводил встречи, если бы меня кто-то приводил людей. Я уверен, что каждый спонсор так же думает. Но есть работа, за которую нам платят. И нужно понимать, что если бы… Я всегда ставлю с другой стороны, да, вот если бы не было этой работы, если бы все было так легко, все бы это делали, правильно? Если бы это было так легко, все это делали, все бы строили бизнес, ну, наверное, доу-лай бы не платил такие деньги за эту работу, правильно? Ну, согласитесь. Ну, как бы логично, да? Поэтому нужно понимать, что есть работа, которую надо делать. И нужно в этом стать профессионалом. И нужно быть самодисциплированным, то, о чем мы говорили чуть выше. Напишите что-нибудь в чат, а то получается чуть-чуть как-то я говорю, говорю, говорю. Вообще полезно то, о чем я говорю. Есть что-то, откликается, и, может быть, вы с чем-то не согласны. То есть, как минимум, если вы что-то новое пробуете… Вы знаете, как говорили мудрые лидеры, которые построили огромные бизнесы в компаниях, которые давно на рынке? Они говорили, вот когда станешь бриллиантом, тогда будешь изобретать. Вот когда ты сделаешь хотя бы менеджера, вот тогда ты будешь изобретать свой велосипед. Но фишка в чем? Фишка в том, что люди, которые доходят до менеджера, они понимают, что на самом деле нет смысла пробовать то, что он хотел. Потому что работает то, что работает. Поэтому очень важно использовать опыт других людей. Так. Одиннадцатый пункт. Переходим к одиннадцатому пункту. Это, знаете, это когда тебе важно мнение других людей. На самом деле это мешает, ну, не только нашему бизнесу. Это мешает, в принципе, в жизни людям. С этим можно бороться, с этим можно работать. Нужно просто понимать, что чем ты становишься более популярным, что ли, да, чем ты больше выделяешься с толпы, тем больше будет критиков, тем больше ты, ну, будешь кому-то не нравиться. Поэтому, если ты хочешь всем нравиться, то ничего не делай. И тогда ты будешь всем нравиться. Если ты хоть малейшие какие-то будешь делать, ну, колебания в другую сторону, всегда будут люди, которые, поверьте, не только в нашем бизнесе, в любом деле не будет нравиться. Я вот сегодня общался с одним парнем молодым, он занимается, он работает в развозке, там, в Сильпо или в Глова, не помню, он, короче, в разных фирмах на мопеде ездит. И он запустил свой бизнес. Он продает сумки через Инстаграм. И вот он говорит, что он привозит продукты в частный сектор, там, у нас на Гагарина есть дорогие дома. И вот он привез, ну, короче, наладил отношения с одним мужчиной, да. У него двухэтажный дом, хороший, шикарный, дорогой район. И он говорит, что вот как-то я у него спросил, вот с чего начать. И он, говорит, задумался, но мне ничего не ответил. И на следующий день, на следующий день, когда он привез очередной заказ, он, говорит, дал мне тысячу гривен. Он сказал, это тебе на твой бизнес. И он сказал, знаешь, что я тебе мог посоветовать? Единственное, что никого не слушай и не пытайся всем понравиться. И, скорее всего, твое окружение будет тебя тянуть назад, поэтому уедь в другой район, сними квартиру где-то в другом месте. Ну, то есть, он абсолютно посторонний человек, да, ну, человек достиг каких-то результатов. Неважно, чем он там занимается, но, как бы, мы об этом говорили, о том, что невозможно всем нравиться. Он там что-то пытается, его все друзья отговаривают, ему говорят, что это все фигня, это не работает. В любом деле будет так. Поэтому не пытайтесь всем понравиться. Я думаю, нужно понимать, что никто вам в холодильник не принесет продукты, правильно? Поэтому я думаю, что нужно понравиться своей жене, своему мужу и своему ребенку, да, ну, своим близким. То есть, это те ваши близкие люди, которые действительно вам дороги, а все остальные, ну, пофиг абсолютно, что они о вас думают. Поверьте, они о вас вообще не думают, они о себе даже не думают. Так, двенадцатое. Решать за людей. Это тоже, это на самом деле очень близко. Решать за людей, когда мы пишем список, когда мы, знаете, там, думаем, ой, этот слишком богатый, ему точно этот бизнес не надо, да. Но потом, когда мы видим людей, приходящих, там, в бизнес, и мы кусаем локти, блин, а черт, а как же, как же так? Вот. Или этот слишком бедный, он не потянет, ему дорого. Не нужно решать за людей. Не нужно вешать им ярлыки. Мы просто даем им информацию. Все. Мы, конечно, вправе по-своему дать информацию. Я имею в виду не по-своему, но вы можете кому-то там со своих близких, ну, дать информацию в виде, там, продукт, ну, продукт, да. То есть вопрос уже другой, как работать со списком. Об этом мы обязательно на следующих наших обучениях поговорим. Кому какую информацию давать. Но о том, что не нужно вешать ярлыки, это вот прям сто процентов. Поэтому не решайте за людей, не выбирайте, с кем работать. На самом деле у нас всех такое есть. Поверьте, вот я вам сейчас говорю, я прежде всего для себя говорю, у меня до сих пор есть люди, которым я не сделал предложение до лайф. Хотя, казалось бы, уже есть результат, уже есть автомобиль от компании, уже съездили там в круизе покатались, там, путешествия. То есть, ну, уже вроде как всем все доказал, но есть такие люди, которым я не сделал предложение бизнеса или продукта. Поэтому, прежде всего, для себя это говорю. Я надеюсь, что вы тоже себе отмечаете то, о чем я сказал. Тринадцатый. Ну, это такая, знаете, тринадцатая записала. Это философия, я попробую. Вот очень часто люди, они принимают такое решение, ну, я попробую. Вот, знаете, лучше тогда, в принципе, не пробовать. Лучше стать потребителем и пользоваться продуктом. Вот, если ты хочешь попробовать, вдруг получится, вдруг нет, это как лотерея, да. И в этой лотереи, как правило, там есть пять-шесть ваших в голове знакомых, которые в голове не в списке, да. Ну, мы же как бы не пишем список. На самом деле, это тоже можно будет добавить, это мы не пишем список. Если хотите завалить бизнес, мы не пишем список. То есть, это вне конкурса. Философия, я попробую, она изначально проигрышная. То есть, я думаю, вы это прекрасно понимаете. Четырнадцатое. Уговаривать людей. Есть такие люди, которые, как правило, откуда это идет? Это идет от маленького списка или от неимения его вообще. Это идет от того, что мы очень редко проводим какие-то встречи, очень малому количеству людей даем информацию, поэтому мы начинаем их уговаривать. Когда вы начинаете уговаривать, ну, например, там, ты только зарегистрируйся, я тебе там откат верну, ну, вы поняли, да, в свой бонус верну, а вы там, ты зарегистрируешься, я под тебя людей поставлю, я за тебя там, я не знаю, все сделаю, ты только стартани. Ребят, это не работает, не нужно так делать ни в коем случае. Нужно держать осанку, никого не нужно уговаривать, потому что это все копируется, и потом на третьей, пятой глубине у вас просто люди начинают возмущаться. А что за фигня? О чем мне спонсор? Ну, было такое, да, когда партнер с глубины говорит, вот у Тани точно такое было. Таня, что ты так плохо работаешь? У меня в этом месяце плохой чек, меньше, чем был в прошлом месяце. Ну, мне кажется, ну, это нужно быть уже настолько наглым, правильно? То есть ты ни хрена не делаешь, твой наставник тебе там делает работу, а ты еще и возмущаешься. Ну, ребят, с такими бизнес не построить. Или когда люди начинают говорить, а вот давай мне регистрируй людей, в нашем маркетинг-плане есть очень много плюсов, но на самом деле это одновременно является еще минусом, потому что это халявщиков привлекает. С такими халявщиками бизнес не построишь. Поэтому нужно брать на себя ответственность прежде всего. Это было 13-е, то есть, ой, 14-е, уговаривать людей. 15-е, это, знаете, такое, ну, я думаю, сейчас каждый из себя словит на мысли, вот мой спонсор не такой. Вот что-то в нем не то, вот он не такой вот классный, как вот тот там где-то у кого-то. Вот мой спонсор должен был сделать то, а не сделал, а вот он не так говорит. А вот я бы привел этого кандидата к спонсору, но этот не такой спонсор. Ну вот, короче, спонсор мне должен, то, о чем я уже говорил. Да, вот почему-то там кто-то кому-то там заливает людей структурами, а мой спонсор мне никого не подписал. А вот, короче, мой спонсор не взял на себя ответственность и не организовал. Мой спонсор кому-то там из моих людей там звонит или наоборот не звонит. На самом деле, ребят, это все, вы должны быть благодарны спонсору только за то, что он вам дал эту информацию и подключил вас в этот бизнес. Все. Вот реально вы должны быть благодарны за это. Все остальное – это ваш бизнес, это ваша ответственность. Вы должны брать на себя ответственность прежде всего. Да, классно, если у вас есть активный спонсор. Если его нет, найдите вышестоящего. На самом деле, если проанализировать историю успеха больших сетевиков, серьезных, то, как правило, у них не было активных спонсоров. Как это происходит? Когда ты попадаешь к какому-то спонсору, который за тебя делает работу, ты не становишься лидером. Да, то есть ты, ну, как бы не берешь на себя ответственность. То, о чем мы говорили, вот эти 15 пунктов, 15 ошибок. Но если ты попадаешь в такую структуру, где твой спонсор в другой стране, или он неактивный, или, может быть, вы там не на связи, ты берешь на себя ответственность, ты становишься предпринимателем, ты делаешь работу, которую должен делать. И, как правило, такие люди, которые берут на себя ответственность, они выживают в бизнесе, потому что в нашем бизнесе есть две ошибки. Первая – не прийти в него, а вторая – выйти с него. Поэтому нужно работать над тем, чтобы выжить в этом бизнесе. Очень важно со спонсором правильное отношение выстроить. Если он есть у вас рядом – супер. Если его нет – тоже супер. Вы самостоятельно, вы на себя берете ответственность. Поэтому вот такие вот 15 пунктов добавьте, если я что-то не сказал. Но по поводу нет списка, я думаю, это можно тоже записать 16-м пунктом. 17-м пунктом, вы знаете, я бы добавил, наверное, то, что люди очень часто хотят строить бизнес в интернет, только в интернет. 18-м пунктом я бы добавил… Я ничего не имею против, но я сторонник того, что сначала нужно пройти классику. То есть ты должен научиться работать с возражениями, должен научиться делать звонки, потом ты будешь уметь уже общаться в переписках. Ты должен научиться проводить встречу, работать с возражениями не только там, ну, вживую, а еще и во время звонка, и потом ты будешь это в переписке делать. И потом идти в интернет, да, когда ты уже эту базу получил. Но когда ты это не получил, не научился, а пошел в интернет, ну, скорее всего, ты сливаешь деньги, и, короче, не будет результата. Так, ребят, у меня меньше минуты. Вот так прям получилось быстро за 40 минут уложиться. Я думаю, второй раз мы уже не заходим, да, вот так прям как-то быстро и эмоционально я там все вам рассказал. Напишите что-нибудь в чат. Записью я поделюсь. Федор, спасибо. Анекдот расскажу в следующий раз, хорошо? Потому что я видел, Федор поставил ноль. Ух, кошка. Хорошо. Мотя запрыгнула в том плане, что, дружище, заканчивай вебинар. Ты слишком много говоришь. Так, ну что, всех был рад видеть. В следующий четверг мы обязательно подготовим интересную тему. Мы пообщаемся с лидерами, чтобы это была актуальная тема. Если было полезно, ставьте плюсик, ставьте что-нибудь. Да, я надеюсь, вы записали. Если не записали, я сброшу записи в Ютьюбе на двойной скорости. Сможете посмотреть и записать себе эти все 15 пунктов. Даже больше. Все, всем хорошего вечера. Всех был рад видеть. Благодарю себе. И не забывайте про 9 октября, про мероприятия в Киеве. Вы знаете, это такая точка отсчета. Короче, каждое мероприятие – это как ступенька. И на него нужно ориентироваться и планировать от мероприятия до мероприятия. Это наша зона роста, скажем так. Все. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok